В погоне за прибылью крупные и мелкие компании брали большие кредиты на добычу сланцевого газа. Теперь, когда цена на чёрное золото опустилась ниже 50 долларов за баррель, их долг по различным оценкам составляет около 200 миллиардов долларов. В основном займы осуществлялись за счёт облигаций, выпущенных на Уолл-стрит или лондонской бирже. Теперь многие компании не смогут финансировать свой долг. Для покрытия расходов им нужно, чтобы цена на нефть составляла от 60 до 100 долларов за баррель. По словам экономистов, неспособность заплатить по долгам, а также рискованные сделки на нефтяном рынке, которые заключали банки и корпорации, могут перевести к коллапсу на мировых финансовых рынках, как это уже было в 2008 году. Проблемы начинаются в одной сфере, например, добычи сланцевого газа в Северной Дакоте или Техасе, однако постепенно охватывают весь мир. Это напоминает 2008 год, когда в США случился кризис на рынке субстандартного ипотечного кредитования. На приобретение жилья людям были выданы кредиты на миллиарды долларов, которые они не могли выплатить. Впоследствии это переросло в мировой финансовый кризис. Тогда это превратилось в кризис глобальный капиталист. Кризис.